Николай Лейкин. Новый год. Читает Геннадий Постригайло. Первый день нового года. Купеческий дом. Пахнет жареным, лампадками, выхухолью. Полы вымыты и начищены воском так, что в них хоть смотрись. В прихожей раздаются звонки за звонками. В залу являются гости с поздравительными визитами. Визиты принимает сам, сама и их дочь невеста. Сам в медалях с расчесанной бородой и с головой до того жирно уснащенной помадой, что с нее даже капает, гордо сидит около стола с закуской и поглаживает объемистое чрево, поверх которого покоится золотая массивная цепь от часов. Лицо его сияет. Он слегка выпивший, то и дело спрашивает свою супругу. — А что, Аграфен Спиридоновна, кто теперь может заметить, что мы из мужиков лаптем щи хлебающих? — Ну вот. Стоит о своем мужеском звании вспоминать, коли ежели вы себя давно уже отполировали, и к вам военные офицеры с поздравлением ездят, — отвечает супруга. — Ну то-то. Вот и Глашу за полковника выдадим замуж. Меньше чином хоть разорвись ты, так за того не отдам. Теперь вот медалями изукрашен, а на будущий год бог даст, и Станислав повесят, а там и мундир приютский благоприобрету. — Глаш, а сколько у нас сегодня перебывал народу с новогодним челобитием? — обращается отец к дочери. — Сорок две души, папенька, — отвечает дочка. — Я на подоконнике карандашом отмечаю. — А разные, которые облагодетельствованные мной в каком численном курсе у нас перебывали? — Две вдовы по рублю получили, шесть ундеров по полтине, да, кроме того, четыре сироты по два целковых. — Молодец, дочка, вся в меня. Крестники и все мною презираемые кумовья явились на поклон. — Были давеча утром, но так как вы сами были с визитами у генералов, то они обещали зайти после. — А парильщики из бани, трубочисты, сторожа и прочая сволочь являлись за получением следуемого им за поздравление в вознаграждение? Его перебивает супруга. — Да полно тебе, Артамон Иванович, куражится-то. Ну, что ты к девушке пристаешь? — говорит она. — Соблюдение порядка для меня первое дело. Коли ежели нет у меня секретаря, то пусть дщерь наша единоутробная докладывает. А, впрочем, к Пасхе будет у нас и секретарь. Найму кого-нибудь пропойного подешевле. В прихожей звонок. Входит гость в порыжелом сюртуке и тащит за собой за руки семи-восьмилетнего мальчика в розовой ситцевой рубашке. Гость отыскивает в углу образ, крестится на него и, обращаясь к хозяевам, говорит. — С Новым годом, Артамон Иванович! С Новым годом, Аграфен Спиридонна! С Новым годом, Глафира Артамоновна! Желаю вам счастья и всех благ, больших и маленьких. — О, Купоросов! Живая душа на костылях! И с сыном! Вот, братец, не обанкройся ты три года назад, вышла бы у тебя новая фирма Купоросов и сын. А теперь уж нельзя для несостоятельного, потому за эту музыку сейчас за хвост да палкой. Будет у тебя конура твоей собственности с тремя банками вакс продажный, так и ту кредиторы отнимут. Но желаю тебе всех благ, больших и маленьких. Благ тебе желать нечего. — Шутить, извольте, Артамон Иванович, шутники, вы право, — говорит гость и щелкает сынишку в загривок. — Ну-ну, давай, начинай же. На глазах ребенка слезы, нижняя губа у него трясется. Отец отходит в сторону и показывает ему кулак. Тот, дрожа всем телом, начинает читать заученные стихи. — С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю, крестный папа дорогой, и чтоб ваш счастливый век, как прекрасная комета, лучезарно бы истек. Многие лета, многие лета. — Довольно, довольно, я и так дам, целковый. Просекаешь ребенка-то? — обращается он к отцу. — Так зачем его сечь-то? Он и так у нас умный. Поцелуй, Ванюшка, ручку у папеньки крестного. Ребенок тянется к руке. Купец дает ему рубль и со вздохом прибавляет. — Ох, 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 рука дающего да не оскудеет. О, Господи! Так не просекаешь, а следовало бы. Младенцам ед самая наука никогда не вредит. Только нужно правила просекания знать. Первое дело поймай его за ухо, потом ущеми между колен и дери по мягким местам неустанно. — Купоросов, водку пьешь? — Употребляемся, колеежли во благовремени. — А пополам с горчицей пьешь? — Зачем же такая издевка над нашим бедствием? — Чудак ты, ведь я тебе благодетель. Ну, разве можешь ты мне в моих близирах препятствовать? — Выпей с горчицей, три рубля дам, ведь тебе на бедность сгодится. — Делать нечего, извольте наливать. Хозяин чокается с ним и говорит. — Видишь, какой тебе почет! Именитый купец, из украшенными медалями, обласканный двумя генералами, и вдруг с тобой прогорелым за панибрат пьет и даже чокается. Вот тебе три целковых. — Ну, желаешь ты теперь-ча получить старый сюртук с моего плеча? Коле желаешь, то потешь нас с женой и изобрази нам Аспида и Василиска. Проползи по горнице на брюхе из одного угла в другой, только с рычанием и же льву подобно. — Артамон Иванович, при младенстве-то неловко будет. Каков пример, коли ежели вдруг отец его законный и в змеином образе? — Жаль, жаль. А сюртук, брат, почти новенький. Ну, убери сына в другую комнату, а сам ползи. Видишь, какой я сговорчивый. — В таком разе, пожалуйста. — Ванечка, уйди в ту комнату. — Ну, полно, полно, Артамон Иванович, полно. Что тебе за охота издеваться над Купоросовым? — заступается за гостя хозяйка. — Не надо, Купоросов, не надо. Мы тебе и так сюртук отдадим. Да там у нас есть еще и стеориновые огарки для тебя. В дверях появляется мальчик. — Парильщики из туликовых бань пришли и сторожат Владимирской. — Зови, зови. Ну, Аграфен Спиридоновна, уж ты там как хочешь, а этих виночерпиев я накачаю во все свое удовольствие и бороться их заставлю. — Папенька, не водите их сюда, они тулупами всю залу пробоняют, — говорит дочь. — Вишь, неженка, отец себе тулупами да полушубками состояние составил, а она их боится. — Ну, да ладно, ладно, пусть они в столовой подождут. — Купоросов, следуй за мной по пятам якопаш и будь хранителем полуведерной бутыли. Хозяин и гость уходят в столовую. Оттуда слышится восклицание «С Новым годом, с новым счастьем!» На похоронах Похороны Из подъезда выносят гроб. Стоя в глубоком снегу и подобрав полы траурных кафтанов, поют певчие. Искривив нижнюю челюсть и, уйдя подбородком в воротник, хрипят босы. Заигрывая друг с другом, визжат дисконты и альты и фальшивят. Регент, сохраняя строй, ловит левой рукой одного из мальчишек за вихор, А правый старается долбануть в теме камертоном другого. Толпа народа. — Позвольте узнать, это купца хоронят? — спрашивают две солопницы. — Нет, не купца, — мрачно отвечает Шуба. — Стало быть, чиновника. Но ведь тогда треуголка и шпага на гробе полагается. Кто же он по своему званию? — Актер, можете продолжать свой путь. Здесь вам денежной милости не очистятся. — Актер? Ах ты, боже мой! По девяти и чертье играл. Раскаялся перед смертью в своем актерстве-то. Ведь ежели духовная, например, юдивь, голову отсекающая, Соломон, пасть львину и раздирающей, А то нынче больше все насчет передразнивания Выможет лицо зеленой краской. — Пороки, Кораллс, пороки, с Богом не проедайтесь. — А деточки-то остались? — Ох, господин, какие вы неразговорчивые! — Супруга есть? — Может, ветш какой после покойника раздавать будут? Нам бы что-нибудь старенькое, напомин души. Вы не пожертвуете ли, господин, Хоть малость во спасение безвременной кончины? В таком звании нужно сугубое поминовение. — Порок пороком, но прежде всего не осуждай, Не осужденный будешь и аж и же. — Где тут городовой? Шуба начинает смотреть по сторонам. Солопницы скрываются. Стоят двое в скунсовых шубах. Из разговора можно понять, что один писатель, а другой актер. — Однако пора и в редакцию, — говорит писатель. — Вот подумаешь, судьба-то, — язвительно замечает он. — Хорошие актеры умирают, а дрянь остается. Актера передергивает. — Да ведь и у писателей то же самое, — отвечает он. Процессия тронулась. Тронулись и провожающие. Вспоминают покойника. — Солянку рыбную любил. И знаете, что ему нравилось в солянке? Завиток утешки. — Ах, господи, такой могучий человек, жизненный, и вдруг... Скоренько, скоренько... — Ну, все там будем. Иди же несть разовых и бенефиса. — В котором году у нас было наводнение-то? Еще лабаз у купца Кумина залило. — А что? — Да нет, я так, к слову. А большой у него репертуар был. Кому-то теперь перейдут его роли-то. — Половину Нильский за себя возьмет, а другую половину на меньшую братью. Сзади пробирается отрепанная личность, лицо опухше, запах винного перегара. Брюки с бахромой, пальтичка ветреного характера и фуражка с надломленным козырьком. — Дозвольте напомин души отставной козы-барабанщику, — сипит он, — келькашес, даже ниже гривенника. — Когда-то купеческим сыном Исан на лихачах разъезжал. — Стерли тялярюс, кнутом прохожему по роже. — Холодная шипучка, гран-медаль, И в ресторане посудный бой по купеческому чину. — Когда-то, сидя в первом ряду кресел, Казнился на любим Торцова, А теперь сам любим Торцов. — Пий под ножом Прокоп Липунова, — Дозвольте, благородный лорды, пятачок, Не на хлеб прошу, но на выпивку, и в том каюсь. — Да он призабавный, это приоригинально, — говорит кто-то. Оборванцу суют в руки пятачки. — Покровителем талантов состоял, Артист на бильярде даже и сотенную проиграть не жалел, — продолжает он. — Бюве, манже, первое дело, Сам хотел идти в актеры, А попал послушником в лаам, Но по несправедливости судеб Вновь изругнут с острова на материк К подножию красавицы Невы. — Купца апельсина, вы знаете, Свершил его заем в тысячу рублей, А в две вексель выдал, Ну и с этого пошло. — Кругом запутал, и див бы деньги дал, А то вместо денег товаром сучил. — Вот, — говорит, — тебе десять контрабасов, Можешь продать и деньги выручишь. Продал на Апраксина их за две с половиной радужных, И сих средств хватило только на пикник для Сюзетты. — Лошадям головы шампанским мыл, Сетры жали, А наутро опять, Яко благ, яко наг, Яко нет ничего. — Снов к Пельсинову, Денег, говорит, нет, А вот сто тысяч часовых стекол — Те же деньги, Любой часовой мастер возьмет, беру. — На следующий месяц вместо денег Полторы тысячи коробок сардинок. Оборванец становится в пузо и восклицает. — О, кровопийца Апельсинов, Смерть нечестивцу! — Однако, любезные, вы уже надоели, — Замечают ему. — Надоелся, пардон, Сейчас мы отогреем бренное тело. Мерси, мерси, — Расшаркивается он, и скрывается в трактирную дверь с изображением расписных чайников. Домовладелец Купец Ельников купил старый запущенный дом и решился отремонтировать его, для чего нужно было осмотреть квартиры. Также хотелось ему познакомиться с жильцами. Как для того, так и для другого он начал делать визиты по квартирам. Ему сопутствовал старший дворник. В один прекрасный день они позвонились у дверей квартиры четвертого этажа. Отворила горничная. — Умница, доложите барыне, что, мол, новый хозяин дома желает осмотреть квартиру. Отнесся горничный дворник, но купец перебил его. — Какой тут доклад? В свой дом, да еще с докладом. Мы не господа, — сказал он, и влез в квартиру. — Почем помещение-то ходит, и кто его снимает? — послышались вопросы. — Куреникина, трое детей у ней, пятьсот сорок платят, — отвечал дворник. — Ну, шестьсот смело можно взять. Что за счет пятьсот сорок? Никуль, ни рогожа. Купец вошел в гостиную и стал озираться. — Вишь ты, диван турецкий развели, а, боже милосердие, без серебряного охлада в углу висит. Кивнул он в угол и полез в другую комнату, дверь в которую была притворена. — Куда вы, куда вы? — замахала на него руками нянька. — Здесь ребенок спит, разбудить можете. — Ну-ка, что же из этого? Не укусим твоего ребенка. А ежели проснется, то невелика важность. — Софья Павловна, пожалуйте сюда, — позвала нянька. — Что это за безобразие? Они лезут насильно. Показалась хозяйка. Это была молодая женщина лет двадцати пяти с длинными, но остриженными волосами. — Послушайте, как вам не стыдно? Здесь у меня сестра, девушка одевается. — Хозяину дома да еще стыдится. Вот напасть-то. Я в своем владении. — Неправда. Вы хозяин дома, но когда я нанимаю квартиру и плачу деньги, то я здесь хозяйка, — крикнула женщина. — Не ршись, не ршись. Что за щетина? Я познакомиться пришел и квартиру осмотреть. — Так вы хозяйка. — Ну, очень приятно. Протянул он, попятившись, и сел в кресло. — Замужняя вдова аль девица. — Что за расспросы? Мы вдова, — отвечала она в недоумении, глядя на хозяина. — Важное кушанье, уж будто и спросить нельзя. Должен же я понимать, с кем я имею дело и кто мои жильцы. Капиталы имеете или так сбоку благодать? — Да вам-то что за дело? Я плачу за квартиру исправно. Я повивальная бабка. И повивальные бабки тоже разные есть. Одни при родительницах, а другие при старичках. На повитушстве тоже немного попляшешь. — Послушайте, да как вы смеете? Я семейная женщина, у меня дети. — Как смел, так и сел. Мы обязаны тоже знать, какого сорта у нас жильцы, потому домохозяева. — Иван, что, настоящие они вдова-то? Отнесся купец с вопросом к дворнику. — Как, по паспорту-то? — По паспорту настоящее, — отвечал тот. — И слухов никаких насчет чего-либо. Благосклонного жития к мужчинам нет? Не наезжают к ним по вечерам кумовья да дяденьки разные? — О, это уж слишком. Подите вон, — крикнула хозяйка. — Подите вон. Эв что выдумала? Я пришел к квартире обозрение делать, а она — подите вон. Так я сейчас и послушался. — Что ж ты, Иван, стоишь и не отвечаешь на мою команду? — Статуй. — Жизнь ведут постоянную, и мы ничего не замечаем. — Застенчиво произнес дворник. — Ну, то-то. Вот нам и довольно. А ты уж сейчас и вон. Домохозяин это и вон. На моей земле живешь, в моих стенах существуешь, до меня ж и вон. Это вот я так точно, что во всякое время из мебелишки твоей могу тебя из квартиры вышвырнуть. А мы давай лучше в мире жить. С домохозяином ссорится не след. Он покарать жильца может и помиловать. Поняла? — Выпьяны, должно быть. — Ну, свои выпил, а не на твои. А ежели на свои, то неужели мне у тебя спрашиваться? Ну, выпил. Ну-ка и что же из этого? А ты гордость брось. Нечего нос-то задирать. Через ед барыша не будет. — Извольте идти вон. Еще раз вам повторяю. — Ну, полно, полно. Она и в самом деле. Давай поговорим толком. Я человек покладистый, коль кто со мной ласковый. Вот вы это зачем волос-то остригли? Болезнь какая была, что вылезать начали. — Да что вы в самом деле? Разве я обязана вам давать отчет? Захотела и остригла. — А, значит, шустроперы. Из стриженных по своей собственной вере, по новомодности к учению. — Понимаем-с. А ты ересь-то эту брось, коль ты вдова настоящая и богспасаемая. — Право, нехорошо. — Купишь шиньон, что ли? Бога забывать не след. Ведь это по-вашему ангелизм, а по-нашему вольнодумство называется, и вы ангел-то напрасно к своему названию припустили. — Скорее же вы, черт, поклоняетесь в своем окаянстве, потому что попу, что бабе волос стричь не показано. — Ежели вы не уйдете вон, я сейчас пошлю за полицией, — стояла на своем хозяйка. — Ну что ж, посылай. Я пришел, как домовладелец, квартиру осмотреть. Обязан же я ремонт сделать, коли жильцы от домовых труб или от зловония терпят стеснение. — Нас, брат, тоже за санитарные-то порядки по шерсти не гладят, а ох, как жучат. Князья да графы в тюрьму за несоблюдение-то полетели, а нам, купцам, и бог велел. Ну, садись и давай говорить спокойно, а то что ты словно бельмо на глазу передо мной маешься. — И не стыдно вам над женщиной издеваться? Уйдите, прошу вас. — Ага, а теперь че запросила. А дай че гнать. То-то скоро вы на язык-то. Уйду, уйду. Вот только по квартире смотр сделаю. Печи и трубы в порядке? — В порядке, в порядке. Пожалуйста, поскорей осматривайте, что вам нужно. — Поскорей. А может, ты водопроводы у меня засорила, дверные ключи растеряла, вьюшки утратила, подоконники разрубила и насчет полов безобразия. Должен я все это прочувствовать или нет? Кто, может, был и какой чин ты тебе оставил? — Это не ваше дело. Да, наконец-то, в паспорте вы можете об этом справиться. — Не щетинься, не щетинься, — остановил ее купец. — Опять начинаешь. Видишь, какая блажная. Капиталы уж на тебе, что ли, очень велики, что такое о себе воображение держишь. — Идите и осматривайте квартиру. Нечего здесь сидеть. Пойдемте. — Тю-тю-тю-тю-тю. Никуда ах ты не испугаешь. — Иван, вот как домохозяев-то подданные жильцы у себя принимают, — снова обратился купец к дворнику. — Вот ты и смотри. Ну, что с тобой делать? Пойдем. Начался осмотр квартиры. Войдя в кухню и увидав, что на плите жарилась говядина, купец не утерпел и заметил. — А вы зачем по средам с кором едите? А еще православные считаетесь. Вот ересь-то вашу и видно. Хозяйка промолчала, но он не унимался и продолжал. — И образа не во всех комнатах. А это тоже нехорошо. Пожарное наслание за такой грех может быть. Оно, конечно, может быть у тебя, твоя требуха вдвое застрахована. Так ты хоть домовладельств пожалей. У меня страховка в аккурате. Ну, прощай. Да впредь веди себя хорошенько. Такое поведение по нынешнему не идет. Я вот хотел на тебя только шестьдесят рублей в год за квартиру-то набавить. А теперь за твое непочтение накину сто двадцать. — Иван, чувствуешь? — отнесся купец к дворнику. — Очень чудесно чувствуем, Трифон Миронович. — Ну и штраф с нового срока. Дворник и домовладелец вышли вон из квартиры через черную лестницу. Во время танцев Женился купец средней руки. Свадебный пир справлялся у кухмейстера. Обед состоял из целого десятка блюд. За обедом басистый официант провозглашал бесчисленное множество тостов за здоровье разных дядюшек и тетушек. Гости кричали «Ура!», били в тарелки вилками и ножами, музыканты играли тушь, причем особенно надсаживалась труба. Большинство гостей состояло из серого купечества. Фраков было очень немного, но мелькали сибирки и длиннополые сюртуки. От некоторых сибирок пахло дегтем и керосином. Впрочем, на обеде присутствовал и генерал в ленте, ничего ни с кем не говоривший и очень много евший. Пока не садились еще за стол, купцы подводили к генералу своих дочерей в белых и розовых платьях и рекомендовали их. Генерал при этом тоже ничего не говорил, а только испускал звук «Хм» и при этом кланялся. После стола полотеры вымели пол от объедков и в зале начались танцы. Сначала все шли польским. Две сибирки, до того времени обнимавшиеся, влетели в круг и хотели плясать русскую, но шаферы вывели их из зала. Началась кадриль. В первой паре танцевал с белокуренькой девицей в розовом платье маленький брюнетик, поверх белой перчатки которого красовался на указательном пальце большой бриллиантовый перстень. Брюнетик был в белом галстуке, но в сюртуке. Волосы на голове его были завиты бараном, усы закручены в шпильку. От него отдавало самыми крепкими духами. Пока устанавливались пары, брюнетик попробовал занять разговором танцующую с ним девицу. Он долго думал, о чем начать разговор, и, наконец, спросил. Капусту изволили рубить. Это в каких же смыслах, недумевала девица. А в тех смыслах, что теперь самое настоящее капустное время. Ежели к покрову не срубят, то уж аминь. Сейчас она в такую цену вкатит, что и рубль не сходна. Мы капустой не занимаемся. Я в гимназии училась и даже по-французски говорю. Обидчиво произнесла девица. Мы совсем другого образования. Пардон-с, я про вашего папеньку с маменькой, так как у них же есть хозяйство. Хозяйство есть, но мы к нему не причинны. Рубили ли они капусту или не рубили, мы внимания на это не обращаем. Так-с, ну, может быть, мельком слышали? Ваш папашенька, по какой части? Они ломовых извозчиков держат. Есть подряды и по мусорной части. Ну, в таком разе, значит, капусту рубили. Потому иначе чем же рабочий народ кормить? Могут и вовсе не рубить, а в мелочной ламочке покупать. Для обстоятельного купца не сходно-с. Мы теперь почем фунт-то продаем? Шесть копеек. Ежели и бочкой на сеной купите, то дешевле пяти копеек с провозом не обойдется. Поверьте совести, мы это дело очень хорошо знаем, так как сами мелочные лавочники. Семь мелочных лавок у нас. А что ж вам вздумалось про капусту у меня спрашивать? Какое дело на уме, про такое и спрашиваешь. Мы, почитай, прямо от капусты на свадьбу-то сюда приехали. Сегодня у нас такой день, что мы гнет на бочке с капустой клали и в подвалы их спущали. Мы на сдвижение пять тысяч голов вырубили. Но все-таки капустный разговор к танцам совсем не идет. Очень даже идет, и можно сказать, прямо в центру. Теперь, че ежели со стороны посмотреть, то эта самая кадриль совсем с рубкой капусты вровень. Все кабалеры и дамы при танцах точь-в-точь будто капусту рубят. Однако, неужели вы не можете начать какой-нибудь современный разговор? Сказала девица. Хорошо, извольте. Можем и по другой части. Нам начинать. Станцевали первую фигуру кадрилья. Какие у вас крепкие духи, начала девица и сморщилась. Первый сорт француз на Невском надушил. Там и галстук себе покупали, там и завивку делали. Рубль за всю эту музыку с меня содрал. Мужчины по-настоящему не должны душиться. Это дамское занятие. По нашей торговле невозможно, потому прямо от капусты. Приятно бы вам разве было сейчас, ежели бы от меня капусты несло. Можно было бы вымыться. Насквозь пропах-с. Впрочем, когда рыбу соленую принимаем, еще хуже бывает-с. А огурцы вы изволили солить? Мы никакими этими делами не занимаемся. Мы с сестрой вышиваем да книжки читаем. Огурцы занятие чистое-с. Конечно, от капусты пользы больше, нежели от огурца. И рубка капусты интереснее. Тут и для барышень есть занятие. Можно кочерыжки грызть, любовные сердца из них вырезать ножичком. Хорошее сердце из капустной кочерыжки. По своему коварству и бесчувственности самое женское. Дамские сердца мягче мужчинских, — возразила девица. Помилуйте, что вы, — заспорил кавалер. Не ж ты мало мужчинских-то слез из-за женской бесчувственности проливается. То и дело, в газетах пишут, что поднято неизвестного звания тела с простреленной грудью. Все это от любви. Вот, кабы ежели женские сердца были так же мягки, как соленый огурец в Великом посту. Впрочем, у нас такой способ солки, что наши соленые огурцы и после вешнего Николы со свежепросольным огурцом вровень. Мы насчет огурцов специалисты и этим товаром хвастаем. У нас мелочные лавочки в Коломне, а к нам за огурцами с песков присылают. Делайте соло-то перед вашей визави, а то вы из огурцов и кадриль забыли, — указала кавалеру девица. Танцевали вторую фигуру. Кавалер вернулся к даме и, делая с ней круг, сказал. — Соло не чеснок-с. Вот ежели бы чесноку забыть, в огурцы положить, то можно весь бочонок испортить. А ежели черносмородиновый лист да укроп, то еще хуже. Девица вспыхнула. — Неужели вы думаете, что так приятно для образованной барышни про огурцы с капустой слушать? Вот уж не девичий-то разговор, — огрызнулась она. — В таком разе мы сейчас девичий заведем. Это уж будет по вашей части, — нашелся кавалер. — Ягодное варенье. Изволили летом варить? — Варили. Ну и что же из этого? — Нет, ничего. Я к тому, что малина нынче из-за дождливого лета не удалась. — А у нас удалась. — Только послушайте. Ежели вы не можете образованный разговор про театр вести, то хотя бы критику в кого-нибудь из гостей пущали. И все-таки было бы интересно. Смотрите, сколько серого народа на свадьбе и даже ни одного офицера. Вон какая тумба в ковровом платке стоит. А нам давеча три груши со стола из вазы взяла и в карман запихала. — Которые? — спросил кавалер. — Да вот это, в длинных бриллиантовых серьгах и в лиловом платье. — Это наша маменька-с. Только они не для чего-либо прочего груши взяли, а чтобы внукам домой гостинца снести. Девица сконфузилась. — Я не про эту, я совсем про другую, — заминала она. — А хоть бы с и про эту-с. Не извольте беспокоиться, мы их сами за тумбу считаем. — Нет-нет, я вон про ту, что в синем платье. — А в синем платье невестка наша, вдовас. Два кабака у ней, и сама она кабаками заправляет. Только, разумеется, молодцы на отчете стоят. Это бой-бабас, а уж вовсе не тумба. Она пятерым мужикам глотку переест. — Господи, да что же вы все то о мелочных лавочках, то о кабаках. Неужели не можете о театре разговор начать? — Извольте, жирафлю недавно в буфе смотрели. — Ну что же, интересная игра. — Игра-то интересная, госпожа-актриса на совесть свою роль доложила публике. Но у меня с новым сюртуком вышло недоразумение. Весь в краске перепачкался. Стулья были выкрашены масляной краской и не высушены. Очень многие из публики за это ругались. — Нам начинать фигуру. Пожалуйте, голопом. — Вот уж теперь совсем будем капусту рубить. — Пожалуйста, без капусты. — Ну что же делать, коли похоже? И кавалер, обхватив девицу, понесся голопом.